И кратко сводка происшествий. На прошедшей неделе обошлось без пожаров и тяжких правонарушений. Зафиксировано 39 ДТП, один человек погиб, один ранен. Составлено 400 административных протоколов, в том числе и на тех, кто нарушает правила тонировки автомобилей. О том, как выводили из сумрака, рассказывает Татьяна Баролина. Тонировка на машинах. Красота против безопасности. В эту субботу сотрудники ГАИ провели рейд по тонировке. Автолюбители густого сумрака вылавливали на Вакаламском мосту. Сейчас инспектор замеряет вашу тонировку, сколько процентов пропускаем. Составим протокольчик. Водителю Hyundai все-таки пришлось выйти из тени. Прибор сотрудника ГАИ показывает цифру 45. Столько света пропускает боковое автостекло. Вдвое меньше положенного по закону. Согласно техническому регламенту ГОСТу 5727, светопропускаемость сейчас 70% что лобового стекла, что передних боковых стекол должна быть. Если не соответствует ГОСТу, составляем административные постановления или протокол. За данное нарушение сейчас 500 рублей штраф. Раньше за тонировку лишали прав и снимали регистрационные знаки. По сравнению с этим, настоящее наказание почти условно. Штраф всего лишь 250 рублей. Правда, в том случае, если квитанцию оплатят в течение 20 дней. А потому сдирать тонировку они не спешат. Почему вы все-таки решили застонировать? И несмотря на запрет? Не знаю. От солнца защита. От солнца? Да. У нас не так много солнечной грязи. Да, нормально у нас погода. Или это как-то из соображений такого занятия дизайна? Типа лучше смотрится? Да, намного лучше. Красивее. Вместе с сотрудниками ГАИ в рейд по тонировке вышли и члены общественного совета. Это их первый опыт в работе в связке. Пока ГАИщники защищают закон, общественники защищают интересы автолюбителей. Мы смотрим отношения сотрудников полиции к гражданам, выявление каких-либо жалоб или предложений по внесению работы сотрудников. По итогам двухчасового рейда по тонировке составлено всего три протокола. Но солнечные дни впереди, а значит, любителей сумрака на дорогах станет больше. Соответственно, и рейды ГИБДД будут проводиться чаще. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.